В Гомельском районе супрационники отдела милиции специального произношения сдавали экзамен на право ношения черного берета. Полоса пирожкот, так званые пастки, а потом стрельбы и спарринги. Подробности в материале Яугена Поболовца. Сергей Лабасов, милиционер-водитель, на черный берет сдаёт другой раз. Летость не отрымалась, было порушение на одном из этапов. Пов года тренировок и снова на полосу пирожкот. Долго к этому шоу, ну вот мечта моя сбылась. После полугодового перерыва удалось дойти до спаррингов. Думаю, что отстаю, тяжело, конечно. Сам марш очень тяжелый, если не готовясь, ну реально его не пройдешь. Надо морально, физически выстоять. Забег на 10 километров, потом по пластунску по полосе пирожкот, под бубухи и стрелы. Тут соправды, потребная як физичная, так и моральная силы. А потом я шею стрельбеша и спарринг с суперником. Ни кожный вытрамая, ни кожный зможа. Самое сложное – это побороть себя. Побороть себя, потому что эта сдача сделана таким образом, чтобы сотрудник не сдался самостоятельно. Не то, что его товарищ взял за руку и потянул. Потому что он должен психологически бороться самостоятельно с собой. Если он себя победит, именно себя непосредственно, свою болезнь, свой страх перед огнем, свой страх перед шумовым эффектом, ну тогда это наша гордость, наш боец, наш лучший боец будет. До речи потребований до обороны черного и крапового берета адрозниваются. Краповых – это худшая войсковая специфика, черный берет – больше милицейская. Али сдавать однолького склада на обо-два экзамены. До прикладу лета с 11 кандидатов уладальниками черного берета стали только шастера. Все лето правоношение заветных беретов отрымали пять человек. Евген Поболовец, Игорь Марышенко, телерадокомпания «Гомель».